ПОДПИШИСЬ! С другим направлением работы клуб эффектно представил новую игровую форму. А еще Фагел сделал шаг навстречу болельщикам и открыл официальный магазин атрибутики. Стоит ли говорить, что ни один спортивный клуб области никогда не имел своего фаншопа? Пожалуй, да. Открытие фаншопа – это важный шаг для клуба. В этом есть особый символизм. Болельщики могут приобрести футболки, спортивную одежду и суверную продукцию, тем самым став ближе к клубу, приобретя его частичку. Многие скептики говорили, что у нас ничего не получится. Что магазин будет поставать. Но все казалось иначе. Фаншоп работает каждый день, он востребован. Мы постоянно получаем обратную связь, и это влияет на ассортимент нашего магазина. В августе произошло фундаментальное для воронежского футбола событие. Открылись двери Академии, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола Владимира Проскурина. Позже она получила сертификат и стала первой профессиональной академией в регионе, имеющей аттестат РФС. Нашу академию можно с полным правом называть профессиональной по двум основным причинам. Первое – это проводится отбор, а не набор в академию. И второе – мы действуем и работаем, и тренируем, и обучаем детей по одной методологии. В основании этого лежит методика РФС, которая разработана специалистами Российского футбольного союза. В профессиональном клубе должна вестись селекция, так как отбор происходит лучших из лучших. Обучение в нашей академии – это не хобби, это профессиональный выбор спортсмена. Очень важно создать конкурентную среду, в которой будут ребята развиваться, учась друг у друга. Ни одной тренировки с момента образования женской команды мы не пропустили. Каждую тренировку, игру я видела сама. И вот за три месяца, ну практически три месяца, да, я могу сказать, что дети очень сильно, девчонки очень сильно прибавили. Параллельно я же вижу и мальчишек, они же играют рядом на поле. Мальчики, ну, как бы матчи-то мы смотрим, в принципе, по телевизору, да, и взрослый футбол, и детские какие-то разборы, сами просто дома смотрим. Наши дети, я не знаю, может быть, это просто я так вот вижу, но я вижу, что наши, я имею в виду академии, дети играют очень культурно. У нас, как у родителей, цель одна, чтобы ребенок был социализирован, у нас ребенок глухой. И наша тренер, Людмила Викторовна, единственный тренер, которая вообще взяла, в принципе, нашего глухого ребенка, и которая добилась того, чего мы уже имеем. Цель тренера, я просто знаю, это все обсуждалось, цель ребенка попасть в Паралимпийскую сборную России. Наша цель, ее как родителей, социализировать, что она могла комфортно себя чувствовать, ну, со здоровыми людьми, да, то есть, и в принципе мы видим, что мы этого добились. Вот, ну, а тренеру спасибо и академии за то, что нами занимаются, потому что для ребенка это очень ценно, она сама это понимает, и она очень благодарна. Другим шагом по развитию молодежного футбола в Воронежской области стала заявка молодежной команды «Факел-М» во второй дивизион. Впервые в истории клуб оказался представлен сразу на двух уровнях профессионального футбола. И довольно быстро это принесло плоды. Первым игроком, шагнувшим из молодежки в первую команду, стал Денис Шипилов. Второй дивизион – это серьезная школа для молодых футболистов. Одно дело, когда ты играешь на КФК, другое дело, когда ты играешь с мужиками, которые за счет премиальных хотят прокормить свои семьи. Это серьезный уровень для молодых футболистов. Еще несколько месяцев назад я играл за академию на первой области. А сейчас вторая лига – это совсем другой уровень. Нужно становиться профессионалом во всех аспектах. Это правильное питание, режим сна, подготовка к тренировкам. В футболе мелочей не бывает. Однако результаты первой команды отвлекали внимание многих от поступательного развития клуба. «Факел» тяжело вкатился в сезон, проиграв пять матчей в семи первых турах. В первую часть сезона у нас была проблема с реализацией. По игре я не считаю, что у нас много не получалось. Мы многие команды атаковали и по игре переигрывали. Вспомнить тот же «Велес». У нас было много моментов, свои не реализовали, сыграли в ничью. «Чайка». То же самое. Хромала реализация. Пропустили обидный гол со штрафного на 90-й минуте. Тот же матч с Нижним Новгородом. Вроде первый тайм был на равных. Второй тайм мы их просто… Ну, не то чтобы у нас было много моментов, но мы владели мячом, владели инициативой. Они даже, по сути, не переходили в центр поля. Но там тоже проиграли. Я думаю, я считаю, проблема была в реализации. В какой-то момент, может быть, появилась у… Ну, в целом у команды, не у каких-то конкретных людей появилась неуверенность в себе. И из-за этого, когда есть дух победителя, он вот, как во второй части сезона, он был виден. А там, может быть, этого не хватало тоже. Именно характера победителя. В сентябре руководство клуба приняло решение, которое изменило все. Главным тренером «Факела» стал Олег Петрович Василенко. На мой взгляд, нужно было ментально измениться. Да, потому что это очень важно в плане того, что на всех игроков, команды все равно давила вот эта серия, когда, знаете, неудачные игры, когда что-то не получается, когда там вроде бы все хорошо начинается. И потом, ну, во время игры, да, и потом, знаете, как будто вздуваются. Хотя потом там одни начинают стараться, и из-за этого начинает суета какая-то. Ну, то есть вот такая каша. Конечно, мне хотелось вот ребят к одному знаменателю, да, и именно во всех ее администраторов, и медицинский штаб, да, и тренерский состав. Мне хотелось, чтобы мы немножко ментально стали другими, чтобы мы верили, что мы делаем. Это первое. Второе, конечно, безусловно, нам нужно было понимать о том, что для того, чтобы играть так, как мы хотим играть, да, кто это может сделать именно на данный момент. То есть он мог, игрок, допустим, уступать в каких-то там технико-тактических вещах, да. Но там в плане функционала, к примеру, он был готов хорошо, да, но и вот нам нужно было этот симпиоз, потому что нам нужно было сдвинуться, обязательно надо сдвинуться, вот определить вот именно вот этих игроков, да. И в целом, то есть следующий этап, который для себя очертил, это, что, безусловно, нам надо было двигаться дальше. Двигаться дальше в плане того, что мы должны каждую игру, каждый день, мы должны становиться на ступень выше. Понятно, что это громкая фраза, да, но я из ребятам сразу сказал о том, что мы должны становиться сильнее каждую тренировку. Каждую тренировку мы должны что-то сделать больше. Как такового давления я не ощущал. Я переживания за команду, да. Я вот, я очень переживал за команду, и я понимал, что Воронеж – это, ну, действительно футбольный город. То есть это город с традициями. И это же, ты понимаешь, не понаслышке. Это не потому, что я это знаю, потому что, ну, вот я сюда пришел, я об этом узнал. Ну, нет, потому что мы живем в стране, мы знаем, что из себя представляет город Воронеж. А если мы говорим о футбольной стране, то мы тоже представляем, что такое Воронеж, факел Воронеж. То есть это бренд. И поэтому у меня были переживания в плане того, что как быстрее просто это сделать то, что я хочу. Как быстрее и сделать эффективнее. Это была моя задача вот с первого рабочего дня. Это была моя мотивация. Именно с этим я просыпался, шел на работу и засыпал именно с этим. А потом факел подписал контракт с вниманием Печиновичем, бывшим игроком Цервяны-Свезды, Ниццы, Герты и Локомотива. Вариант с Печиновичем, он возник, в общем, благодаря спортивному директору. Вот и, конечно, безусловно, внимание это игрок. Он игрок большой, большой ментально, большой профессионально. Настолько хладнокровен. То есть вот, знаете, футболиста, большого футболиста всегда отличает то, что он при любых обстоятельствах, он не позволяет себе опуститься ниже уровня. Вот внимание именно такое. И, конечно, многие потом, даже ребята, которые больше познакомились, начали больше общаться, начали по питанию следить за собой, начали готовиться до тренировки в зале, подготавливать себя к тренировке. Это и есть передача опыта. И он молодец. Меня всегда, такие люди, меня всегда восхищают. Потому что мне посчастливилось работать в прошлом со звездами. И я увидел этот уровень, когда люди всегда держат себя. Когда они понимают, что каждый раз надо не то, что там не опуститься, а не понимать, что это уровень. И у него ментально он уже понимает, что мне надо чуть-чуть стать больше. Хотя люди всего добились. Вот Нема, он такой же. В первых 12 матчах под руководством Василенко команда набрала 12 очков. Болельщики хотели большего, но отмечали прогресс в игре. И в этот момент пришла новость. Спортивные соревнования в Воронежской области стали закрытыми для болельщиков. И тем не менее, на пустом стадионе команда набрала 8 очков, в четырех матчах выдав мощные игры с Краснодаром 2 и с Кахапаровском. На пустом стадионе всегда играть сложно. Потому что, когда ты привык, что есть болельщики, и тут вдруг тишина, ну такое, какое-то, знаете, олицетворение товарищеского матча. Вот. И ну как-то не по себе. Просто ты, потому что ты привык, ты понимаешь, что, что это такое. Что, что это идет чемпионат, и должны быть болельщики. Потому что они есть всегда, и тем более. Тем более, болельщики как поддерживают Воронежа, и количество болельщиков. Это просто потрясающе. И поэтому, когда оп, и резко тихо. Это необычно для чемпионата. Но все мысли уже были о том, что мы поймали то, что мы хотим. Вот реально, каждый тур, каждую игру, мы знали, что мы хотим. Мы знали, что у нас-то получается, начало получаться. Мы знали, что мы, вот сейчас мы должны сделать так. Сейчас мы должны сделать так. И ноябрь, безусловно, это то, как мы сдвинулись с места. И я благодарен футболистам, на самом деле. Потому что это короткий промежуток времени. Это вот, знаете, вот, получается, середина сентября. Да, там, в октябрь мы шли к тому, к чему мы хотим прийти. И если бы мы не сработали, вот, все, как одно единое целое, ничего бы не получилось. А мы сработали по какой причине? Потому что футболисты умеют услышать и стараются это сделать. Вот терпение, терпение и ментальная вещь, когда ты слышишь, ты понимаешь, что от тебя хотят. И стараешься именно, стараешься это сделать, а не просто делаешь. Она, безусловно, приводит к сдвигам, к быстрым сдвигам. Плюс то, что я говорю, тренерский штаб, персонал. То есть мы все услышали, чего мы хотим. После зимнего отпуска команда собралась в Москве, прошла медобследование и вылетела в Турцию, где и предстояло отработать месяц, готовясь к возобновлению сезона. Две недели в Сиде и еще две недели в Белеке и в восемь спаррингов. Особенно яркими стали матчи с Торпедо и Дукаджини. Москвичей воронежцы удивили слаженным прессингом, а Косоваров факел переиграл, уступая в счете в жесткой игре, полной провокацией со стороны соперника. Ну, я бы отметил, да, игру с Косово. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы проявили характер. Матч начинался для нас тяжело, особенно в начале первого тайма. Мы играли тоже против такой достаточно агрессивной команды. Они тоже, ребята, с таким серьезным характером, тоже не хотели проигрывать. Но, как бы, мы доказали, что у нас тоже, как бы, с этим все в порядке. Как теперь ясно, тяжелейшая работа, которую провела команда на сборах в Турции и Сочи и помогла факелу перевернуть ход сезона. На мой взгляд, футболисту интересно делать все с мячом. Они, это футбол. Бегать, перебегать, передавить. Мне кажется, это даже звучит как-то чопорно. Понимаете, футбол, он не стоит на месте. И, ну, бегать, ну, мы же не марафонцы. И им это всегда тяжело морально даже, футболистам. Поэтому мы пришли к тому, что мы будем работать именно в таком направлении, чтобы мы решали функциональные задачи, естественно, и задачи технико-тактические, и задачи психологические. Потому что для них, выполняя работу, которая и так сложна, она должна восприниматься. Если бы мы делали все без мячей, а вот как, ну, наверное, делают большинство, я не знаю, как делают большинство, но, наверное, там, бега и так далее, там, тренажерные залы, то, наверное, это бы воспринималось еще сложнее. А после возобновления сезона началась сине-белая весна. После семиматчевой победной серии о факеле заговорили как об одной из лучших команд ФНЛ. Воронежцы обновили клубный рекорд по протяженности беспроигрышной серии и повторили рекорд по количеству побед подряд. Я чувствовал, что у нас получается. Я это чувствовал, начал в Турции на втором сборе. Они сами это почувствовали. Они сами это почувствовали, когда были контрольные игры. Немножко у меня была беспокоенность на третьем сборе. Но я это связываю все, наверное, на другой климат и другое поле. И это нужно было перетерпеть просто. Но зато мы не потеряли время на адаптацию. Когда же начался чемпионат, я был уверен в парнях вообще. Вот просто уверен. И они прекрасно все делали, независимо от погодных условий, каждую тренировку, каждую игру. И это чувствовал, что мы шли поступательно. О чем думал я? Я думал о стыках. Я им сказал. Я после каждого тура им говорю. До стыков столько тачков. До стыков столько тачков. Мы должны двигаться наверх. Мы должны двигаться наверх. Сейчас, когда уже закончился этот чемпионат, я могу это произнести. Но я думал вот так. И я им говорил это в раздевалке. После каждого тура. Поэтому первая наша осечка весенней части в Алане, она очень сильно, очень сильно меня выбила. Ну, просто морально. Морально. В футбол такая штука, когда можно... Ну, случается поражение. Случается поражение. От этого никуда не уйти. То есть, команды могут проигрывать, могут выигрывать. Вот. Но... тогда, пожалуй, я не был доволен содержанием игры. И когда ты еще не доволен содержанием игры, и ты проигрываешь игру, которая, ну, смогла бы просто... ты смог бы зайти, как я сказал футболистам тогда, я говорю, вы сейчас в проеме. Вот вы... В подъезде вы сейчас находитесь в проеме, между этажами. Выиграв у Алании, вы становитесь на другой этаж. Победив у Алании, мы будем играть в стыках. Но, к сожалению, случилось так, как случилось. Появился дух победителя, так как на сборах мы ни одного матча не проиграли, почти все выиграли. Потом, в сезоне, это подтвердилось. Мы очень много работали. Очень много уделяли теоретическим занятиям, тренировкам. Очень много уделяли время стандартным положениям. Очень много потратили сил, эмоций, энергии. Но, возвращаясь опять же на наш стадион, видя болельщики, как они за нас переживают, за команду, нам это придавало еще больше сил, еще больше энергии. И с каждой игрой мы шли и шли все вперед и вперед. Спасибо большое, конечно, болельщикам нашим за то, что они в нас поверили. А мы отплатили им за это и своей игрой, и результатом. Мы были едины. Руководство клуба создало нам все условия для того, чтобы мы могли работать и прогрессировать. Мы всегда четко понимали, что мы работаем для наших болельщиков. Мы были сильны сердцем. Поэтому я считаю, что этот успех это заслуга всех, начиная от футболистов и заканчивая нашим руководством. футболистом. Футболистом. созданы генеральным директором и создаются каждый день для команды. Они колоссальные, потому что это уровень премьер-лиги. То есть все старается решаться для команды быстро. Все, что необходимо есть у команды, у медицинского штаба, у тренерского штаба. У нас мы тренируемся на прекрасных полях. Со стороны генерального директора делается очень много. Со стороны спортивного директора проделана огромная работа и проделывается каждый день. Потому что мы футболисты, которые у нас помимо того, которые к нам приходят, начиная сразу от Печиновича, это колоссальная и большая работа спортивного директора. Не говоря уже о том, что когда селекционные вещи ведутся всегда каждый день, они не останавливаются. То есть нет отпуска и нет праздников, нет выходных. Потому что просматривается колоссальное количество футболистов, тем более молодых, вторых, начиная со вторых лиг и конечно первые дивизионы, премьер-лига и так далее. То есть постоянно все это в работе. вот и вот каждый выполняет свою часть работы качественно и вместе. Потому что все делается сообща. Вот это важно. Это есть когда это есть вместе. Я благодарен руководству о том, что создана такая профессиональная атмосфера. Здесь все пропитано единением. Начиная от руководства. губернатор переживает за команду. Он с душой искренне всегда поздравляет, когда команда выигрывает. Когда что-то не получалось, он переживал за это. Генеральный директор, который все делает и все переживает. Спортивный директор, который постоянно в работе. Я уже говорил о медицине, об административном, адренерском штабе, пресс-служба клуба, оператор. Все сотрудники клуба, на мой взгляд, все прониклись. Все прониклись одним целым и все вместе делают качественно свою работу. Поэтому у нас прекрасная атмосфера. Поэтому мы двигаемся вперед. На протяжении всей весенней части сезона команда выглядела монолитным коллективом, который не сбавляет оборотов в тяжелейшем графике, полном перелетов и переездов. Этот сезон вышел специфичным, потому что сам процесс тренировочных занятий был крайне сжат. Огромное количество времени уходило на перелеты, переезды. и поэтому в этом сезоне одну из самых важных ролей играло восстановление команды. Практически не успевал заканчиваться один цикл, уже сразу необходимо было готовиться к следующей игре. В таких условиях было необходимо не развивать наших игроков, а поддерживать их лучшие качества и стремиться к тому, чтобы минимизировать риски травм, повреждений. Надеюсь, что мы смогли справиться с этой задачей. Да, без травм в футболе не бывает, но основную часть, основные матчи мы смогли сохранить боевой состав в оптимальных кондициях, не в лучших, но в оптимальных. К счастью, руководство обеспечило нас всем самым необходимым физиотерапевтическое оборудование, кабинет восстановительной медицины, медикаменты и прочее, прочее. В этом плане у нас нет никаких проблем. У нас, я искренне считаю, лучшая бригада массажистов. У нас Алексей Владимирович Музалевский теперь еще и физиотерапевт, прошел обучающие курсы соответствующие этому поэтому благодаря такой слаженной работе, благодаря наличию необходимого оборудования, инструментов для реализации мы справились, я считаю, особенно весеннюю часть достаточно достойно. Сил придавал нам то, что команда развивается, прибавляет в мастерстве, в игре. Мы выдержали и у нас все получилось. Когда футболисты думают только о футболе, когда вся организационная работа налажена, то результат не заставляет себя долго ждать. Когда все люди делают одно общее дело, то все получается и команда идет к успеху. На весеннем отрезке первенства «Факел» занял третье место. Да и девятое место, на котором команда оказалась по результатам всего сезона лучший результат клуба за пять лет. А главный для всего клуба результат возвращение болельщиков на трибуны, которые снова заявили о себе как о самой горячей публике. Очень радует то, что «Факел» стал единым. В принципе, соответствует своему лозунгу «Пока мы едины, мы непобедимы». Что у нас есть основная команда, что у нас есть дубль, что у нас молодежка есть, что у нас дети развиваются в Академии. Современные футбольные клубы должны дарить болельщикам эмоции не только на футбольном поле. И поэтому руководство закупило для нас камеры, ноутбуки и много еще чего для того, чтобы у болельщиков постоянно был какой-то эффект присутствия. Весь клуб делал очень много для того, чтобы «Факелу» оказывать позитив, когда он реально есть. А клуб у нас становится большим, ярким, и он растет по всем направлениям. Я благодарен, что команде за то, что они своим трудом болельщиков объединили с командой, а болельщики за то, что они увидели и объединились сами. Я благодарен за то, что большинство болельщиков верили в команду, даже тогда, когда не было результата, когда был оборин, когда был без частных. Они все равно верили, они переживали за команду. Вот это просто воздалось им. Вот это очень круто, надо верить. И вот когда вот это я говорю команда и вот эта армия болельщиков, которые огромное количество. Это и есть факел, это и есть воронеж. АПЛОДИСМЕНТЫ «Абсолютно» «Стаблика» «Вастор» «Насколько там, и есть инвалид. «Насколько там, дoured». «Да сделали это»! «Абсолютно»! «Убираюся»! «Да делали это»! «Насколько там, Редактор субтитров А.Семкин